Здравствуйте! Меня зовут Элина. Сегодня у меня десерт без выпечки. Это творожный торт с малиной, почти чизкейк. Сейчас многие проводят время на даче, где нет духовки. Да и в квартире летом в жару духовку лишний раз включать не хочется. Тогда выручит этот рецепт. Для десерта нам понадобятся ягоды свежей малины. У меня дикая. Мелкий крекер. У меня крекер рыбки. Он почти не сладкий. Сахарный песок. Сметана. У меня 25% жирности, а вообще можно взять любую. Желатин. У меня быстро растворимый. И молоко. Чуть не забыла. Необходим пастообразный творог. Я взяла вот такой в колбаске. Берем миску подходящего объема. В нее помещаем творог. Туда же добавляем сахар и сметану. Теперь эту массу необходимо размешать до растворения сахара. Я даю постоять ей на столе, чтобы сахар лучше растворился. А потом перемешаю еще раз. Собирать тортик я буду вот в такой куполообразной миске. Миску я застилаю пищевой пленкой. Я отобрала несколько самых спелых ягод малины и разотру их. Размятые ягоды я добавлю в творожную массу. И размешаю. Это для придания красивого розового цвета. Теперь займусь желатином. Он у меня быстро растворимый. Растворяется в горячих жидкостях. Я буду использовать для этого молоко. Молоко я подогрею до горячего состояния. Всыплю в него желатин и размешаю до растворения желатина. В творожную массу я отправляю ягоды малины. И аккуратно лопаткой перемешиваю, чтобы не повредить целостность ягод. Теперь ввожу растворенный желатин и опять перемешаю, чтобы желатин равномерно распределился по всей массе. Перекладываю творожно-малиновую массу в миску, выставленную пленкой. Но не до конца. Оставляю место под крекер. Поверхность массы выравниваю лопаткой. Сверху насыпаю крекер. И чуть утоплю его в массу. И отправляю в холодильник для полного застывания. У меня творожная масса еще осталась, поэтому я беру силиконовую форму и остатки укладываю в нее. Тоже разравниваю. И сверху засыпаю крекером. И опять утапливаю его немного. И тоже отправляю в холодильник до полного застывания. Десерт провел в холодильнике 3 часа и он полностью схватился. Попробуем извлечь его из формы. Я беру тарелку, накрываю ею сверху десерт и переворачиваю. Теперь миску убираем. Пищевую пленку аккуратно снимаем с десерта. Вот такой получился десерт. Он стоит как бы на подложке из крекера, а сверху творожная масса. Пищевую пленку на миску не нужно стараться выложить идеально. Да и вряд ли у вас это получится. Складки пленки образуют на поверхности торта интересный узор. Сверху торт можно украсить листиками свежей мяты, а снизу свежими ягодами малины. Теперь я постараюсь извлечь десерт из силиконовой формы. Я ее ничем не смазывала. Боюсь, что извлечь без потерь мне торт не удастся, но все же попытаюсь. Я прошла ножом по краю формы, чтобы попытаться отделить десерт от бортов формы. Теперь накрываю его тарелкой, переворачиваю, немножко придавлю руками, чтобы десерт отделился от формы. В общем, смотрите, что из всей этой затеи получилось. Короче, силиконовую форму я не рекомендую. Или, возможно, ее нужно было смазать растительным маслом. Давайте отрежем кусочек и посмотрим, какой десерт получился внутри. Давайте попробуем этот десерт. Вот, посмотрите, он нежный, прекрасно берется ложкой. Я попробовала, десерт получается очень вкусным. Крекеры не размокают, а остаются хрустящими. А творожная начинка очень нежная, с малиновым вкусом. И она не очень сладкая, что очень даже плюс. Такой торт я готовила и с обезжиренным творогом, а вместо сметаны добавляла йогурт. Калорийность при этом уменьшается. Ну, а насчет вкуса скажу так. Чем жирнее, тем вкуснее. По поводу желатина скажу вот что. Если он у вас нерастворимый, то действуйте по инструкции на его упаковке. Возможно, его потребуется предварительно замочить. Попробуйте приготовить этот вкусный холодный тортик. В летнюю жаркую погоду это то, что нужно. И готовиться очень просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова